Вы знаете, я всю жизнь, так или иначе, каким-то боком, оказываюсь причастен к киноклубам. К тем киноклубам, которые существовали, когда я только начал ходить в кино, и благодаря первому университетскому киноклубу в Москве на улице Герцена я посмотрел первые совершенно замечательные фильмы, которых можно было тогда только мечтать, о которых не было ни в одном кинотеатре, и даже в кинотеатре повторного фильма. Потом, когда в начале 60-х годов уже появилась потребность осмыслить вот это вот массовое киноклубное движение, и Мюро пропаганды советского киноискусства решил перевести первые две, ну не книжки, а учебных пособий о том, как устроены эти самые киноклубы в других странах мира. И перевел я тогда одну книжечку маленькую с английского языка, а вторую книжечку маленькую с польского языка. Но что характерно, вот как я не видел этих книжек, маленьких таких, тоненьких, последние где-то 20-30 лет, таких нет даже в Ленинской библиотеке по сей день. И получается, что вот каждый из нас, и я в том числе, накапливаем какой-то достаточно большой, достаточно индивидуальный и исключительно вроде бы полезный опыт работы со зрителем в киноклубе, а потом все это растекается, потом все это пропадает. У нас нет никаких материалов, как вы сами, я думаю, прекрасно знаете. Если вы хотите что-то прочитать о работе киноклуба, если вы хотите как-то поделиться своим опытом, то, ну что, остаются только социальные сети? Книжек нет, журнальных статей нет. Вот это неправильно, мне кажется. И мне кажется, что гильдия делает очень правильное дело, пытаясь переломить эту тенденцию, начиная с сегодняшнего дня, в принципе, все это пишется, и будут заложены какие-то самые-самые первые основы того, а что такое, собственно, киноклуб в России, вот именно в 2020 году, что люди смотрят, как они смотрят, что можно показывать, а что показывать нельзя, и в чем, собственно говоря, главный риск. Действительно можно сесть? Можно. Как выясняется, действительно можно. И потом в дальнейшем я на протяжении 20 лет председательствовал в большом-пребольшом, очень известном киноклубе у нас здесь, в Москве, и существовал он действительно очень долго. Все-таки 20 лет с документальным кино – это много, и существовал бы дальше, но времена нынче немножко другие, и вот он благополучным образом в ноябре прошлого года, на 21-м году существования, прекратил его. И все то, что я знаю вот о киноклубах сейчас, я знаю на основании, ну, как говорится, из первых рук на своем горбу и на своем опыте. Уже послушав то, что вы говорили в предыдущий час, я понял, что мы имеем дело, на самом деле, с самыми разными киноклубами, что уже сегодня у нас есть целая куча типов, вполне успешных, очень много чего уже достигших киноклубов, которые показывают совершенно разные кино. А гильдия вроде бы исходила из того, что мы должны работать с киноклубами, которые показывают только один тип кинофильма, условно говоря, то, что у нас называется авторским документальным кино и киноотечественным, а вы все показываете самые разные вещи, игровые и неигровые, и наши, и зарубежные, за деньги, и бесплатные, и комбинируя наверняка все эти варианты. Поэтому мне кажется, что лекции вам, на самом деле, читать не надо. А нужно... Нет, безусловно, надо. Всегда можно прочитать лекцию, например, о финансовых вещах, потому что они стабильны, они понятны, они на сегодняшний день существуют так и не иначе. И лекция возможна. Правовые аспекты. Думаю, что нет специалистов, которые хорошо понимают реально то правовое поле, в котором сегодня работают наши киноклубы, потому что очень многие понятия, на самом деле, очень растяжимы. То есть, с одной стороны, все безумно зарегулировано, да, и это зарегулирование продолжается. Законодательство меняется так часто, что большинство из вас, я уверен, очень многие аспекты этого законодательства, касающиеся вашей деятельности напрямую, даже не знают. Положение о, как в мое время называлось, разрешительном удостоверении, оно меняется настолько часто, буквально каждые 3-4 месяца толкования того, в каких случаях оно необходимо, а в каких случаях без него можно обойтись, меняется. И, соответственно, меняется и то, как этим пользоваться в киноклубе. А вот в отношении того, как работать со зрителем, в отношении того, каким может быть репертуар, в отношении того, как взаимодействовать с вашими друзьями-конкурентами в вашем регионе, в вашем городе, кинотеатры, появившиеся стриминги, они все будут доносить до зрителя более или менее тот же самый или близкий контент, с которым собираетесь или должны будете подписать какие-то обязательства, работать вы. Вот мне кажется, что это и есть наиболее существенные вещи, которые мы и должны определить. Мы сейчас переживаем, на самом деле, очень интересное время. Мы в конце гигантской такой третьей волны огромной растущей популярности документального кино в мире, она началась где-то в районе 2004-2005 года. Сейчас вот самый-самый излет. Еще вроде бы, так сказать, набираются какие-то последние миллиметры, последние там доллары, центы и копейки, но дальше будет просто-напросто спад, поскольку все эти цели, которые ставились, и все те тренды, которые работали на этот бум, они вроде бы заканчиваются. И вот как себя должен вести киноклуб в маленьком городе, которому абсолютно плевать, что там происходит в драке Netflix с Apple+, и что там происходит в драке между Сандэнсом и Трайбеккой. Абсолютно есть они и есть, а нам-то что от этого? У нас своя жизнь, как-то связанная с той, но, тем не менее, своя. И о каком кино мы должны сейчас говорить? По моему опыту, вот в эти 20 лет, самым большим успехом у нас в киноклубе, который последние 14 лет работал в высшей школе экономики, в котором было около 200 постоянных членов, люди занятые, там сегодня приходит 50 человек, завтра 80, послезавтра 100, но вот где-то вот в этих цифрах и держалось все это время. Мы заметили, что самым большим успехом, конкретно у нас, пользуется научпоп. Никоим образом не авторское документальное кино. Да, 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 правильно. Огромным успехом пользуются классические картины, которые, ну, 90% моей аудитории уже по одному, а то и не по одному разу на самом деле видели, но они почему-то хотят пересмотреть еще раз, так сказать, под чутким руководством модератора, и при условии, что я привлоку на показ какого-то очень умного, интересного человека, который поможет ему видеть эту классику какими-то новыми глазами. Я понял, что за эти 20 лет я показал абсолютно, вот равномерно половина фильмов была иностранной, половина отечественной. Отечественной мне, естественно, было очень легко, все знакомые, все предпремьерно, на все показы я мог привести там Алексея Ханютина с новой картины, или Сергея Дрошниченко, или там Андрея Осипова, ну, кого хочу, того и зову, и все соглашаются, естественно, и проблемы возникают только с питерскими, да, поскольку надо ему платить дорогу туда-обрату. Этим занимался клуб. А все остальные, вот, кого хочешь, того и бери, любую картину бери. С иностранными было, естественно, значительно сложнее, потому что хочешь, не хочешь, а пиратствовать нельзя, нужно было получать разрешение, а в отдельных случаях нам приходилось даже и платить какие-то деньги за показы этих картин. И это тоже возможный вариант. И когда мы говорим о том, что вот авторское документальное кино сегодня модно, это, в общем, недолоснованная вещь. Я помню, в начале 2000-х годов, вот, например, когда вот только возник этот наш клуб, в мире бывало каждый год, ну, где-то там, ну, 10-15 крупных документальных фильмов, которые вызвали всеобщее внимание, которые выигрывали какой-то один, другой, третий крупный фестиваль, и самих фестивалей было где-то 3-4 десятка в мире больших. Сегодня таких фильмов, вызывающих действительно массовый интерес, где-то около полутора-двух сотен в мире, они получают достаточно приличную прессу, они, как правило, выходят все в большинстве стран в кинопрокат, даже у нас стали выходить в прокат, как вы заметили, уже по 40-50 картин в год, практически каждую неделю что-то идет. Ну, в других странах в два раза больше. Они раньше начали, у них это значительно лучше поставлено. И самое главное, что вот общее производство вот этих больших авторских, рассчитанных на кинотеатры и премиальные телевизионные каналы, кинофильмов их стало просто очень много. То есть сейчас, когда я делаю, предположим, программу Московского международного кинофестиваля документального, нам приходится выбирать уже где-то, хотите верить, хотите, нет, где-то из двух тысяч фильмов. То есть после каждого фестиваля остается в моей базе данных вот энное количество, так сказать, карточек с пометкой 20-20, да? И вот сейчас посмотришь, там действительно будет около двух тысяч картин. Это значит, что в мире делается не меньше двух тысяч фильмов, авторы которых рассчитывают на то, чтобы вернуть вложенное в документальное кино там 500-600 тысяч долларов, миллион долларов, вот где-то в этом диапазоне фильмов. Что говорит о том, что действительно индустрия существует, и существует реальный спрос на все это. Если вы посмотрите вот на то, что появилось на околотелевизионных, в кавычках, платформах в последние два-три года, да, на тот же Netflix, на Hulu, на Apple+, то там уже видно, что доля премиальных, качественных документальных фильмов, которые они воспринимают как хиты. То есть они готовы вкладывать даже в производство этих денег нормальные какие-то, скажем, миллионные бюджеты. А доля этих картин на том же Netflix 8%. Это все уже обсчитано, это все уже совершенно известно. При том, что в кинотеатрах доля документальных фильмов никоим образом 8% не составляет. Хорошо, если 2-2,5%. О чем это говорит? Это говорит о том, что есть нереализуемый, нераскрытый потенциал. И вот у меня на протяжении всей моей околокиношной или киношной жизни, а я все-таки там 25 лет работал в кинотеатре, да, и правда был иллюзион, но тем не менее это все-таки был кинотеатр. То есть стояла та же проблема, нам не нужно было продавать билеты, потому что они всегда были все проданы, да, но нам нужно было думать о том, а что мы этому зрителю показываем. И вот эта зависимость выбора контента от того, будут к вам люди ходить, и какие люди к вам будут ходить, а какие нет, этот вопрос вам придется решать всегда и каждый день. И в общем, никто его вам за вас не решит. Потому что с кем бы вы ни работали, где бы вы ни брали фильмы, как бы вы их ни брали, но на самом деле программируете свой кинотеатр лично вы, и это ваше детище. И вот эта вот проблема, она возникает перед нами буквально каждый раз, раз за разом, и именно поэтому каждый раз, когда у тебя зрители счастливы, а это же видно, да, это видно по тому, как они активно обсуждают картину, это видно по тому, ну, просто по настроению это ловится как-то сразу же, да, видно вот сегодня было, ну, совершенно замечательно, а в следующий раз, ну, тоже отлично, но уже вот там было лучше. Что-то я где-то сделал немножечко не так, можно было попробовать сделать иначе. И вот я бы очень хотел, я буду стараться сидеть, собственно говоря, все время, потому что мне очень интересно все, что сейчас будет происходить у нас с киноклубами. Потому что, я говорю, у меня ощущение, что мы с документальным кино, с которым вроде бы мы активно, так сказать, хендзон работаем уже 20 с лишним лет, мы тем не менее сильно-сильно не дорабатываем. Не дорабатываем по целому ряду причин, да. То есть вот одна из них – это то, что нет никакой реально информации о том, что каждый из вас делает, да, каждый варит в своем собственном соку и много чего не знает. Нет никаких рекомендательных вещей, нет никакого критического осмысления. Много вы видели статей, даже таких, даже новостных, даже в газетах о работе киноклуба, много рецензируют того, что делаете вы? В соцсетях даже. Или в местной прессе. Это же неправильно. Это абсолютно неправильно. Это общая болезнь нашей документалистики. Да? Вот это… Мы все время в гильдии, и не только в гильдии, говорим о том, что вот плохо не готовят киноведов, которые понимают документальное кино, что не знают, о чем писать, это вам не с актерами интервью брать, ну и так далее, и так далее, и так далее. Но ведь это лучше не становится. То есть буквально людей, которые могут писать про документальное кино, это все штучные люди. Если вы мне дадите текст аналитический, написанный кем-то, и не скажете, кто это, я вам скажу, кто это написал, потому что этих людей полтора десятка, и каждый почерк, что называется, каждого, или каждый, точнее, из них вполне узнаваем. И получается, что едва ли не самое важное, это для вас лично воспитать в себе, благодаря общению друг с другом, благодаря какой-то совершенно исключительной подготовке, благодаря вжиманию в те темы, которые вы будете поднимать, круг тех самых идей, которые вы должны разглядеть в фильме, который вы предлагаете к показу, вы все это должны просчитать заранее, коррелировать, перенести на постоянный состав ваших зрителей, и понимать, как эти зрители отреагируют на эту картину, и как использовать личные качества каждого из ваших ключевых, так сказать, зрителей и звезд, и это действительно звезды, вот как сделать так, чтобы это работало на пользу вашего клуба. В свое время, в 70-е годы, в Челябинске был очень сильный киноклуб, они игровые фильмы показывали, я с ними вынужденно имел дело, я в иллюзионе по ним прочим был переводчиком, а у них был киноклуб, который мог получить абсолютно все, что угодно, просто, ну, понятно, что до известных пределов, но, тем не менее, никакой там был кино в Ленинграде не мог получить то, что мог получить этот киноклуб в Челябинске. В чем дело, был такой замечательный директор Челябинского труппорокатного завода по фамилии Асачи, он был там член СКА, депутатом Верховного Совета СССР, и обладал просто бешенными связями на верхнем уровне, и Государнофонд отказать лично ему, когда он просил для своего киноклуба какие-то уникальные закрытые картины, не мог. Вот, это был блестящий, притом Асачи сам членом киноклуба не был. Это был блестящий пример того, как нужно использовать имеющиеся в ваших руках ресурсы. Сегодня можно будет переосмыслить, тут Саша, пожалуйста, сидит прекрасный, вам пример Арсенал, да, Нижний Новгород. Директор Арсенала Анна Марковна Гор, один из ключевых деятелей искусства современного в России, знакомый с половиной, опять же, ключевых фигур в художественной жизни страны, и может поспособствовать в том, чтобы пригласить лично, а не по скайпу, например, на кучу героев огромную массу картин. Или сделать так, чтобы художественная выставка, которая проходит в том же самом Арсенале, могла быть дополнена премьерой кинофильма о герое этой самой выставке, да? И в этом случае с этим героем можно сделать много чего и превратить, а Женя правильно сказал, нужно из каждого абсолютно занятия киноклуба делать события, события, о котором говорили бы. Так вот, значит, надо суметь сделать так, чтобы Анна Марковна Гор активнейшим образом участвовала в решении всех стратегических вопросов клуба. И так ведь есть, у каждого из вас наверняка есть вот эти скрытые ресурсы, которые мы, как правило, не используем. Но есть масса людей, на которых имеете выход вы, и которые могут вам обеспечить совершенно другой художественный, в том числе, между прочим, да, уровень этих самых ваших кинопоказов. Вот, смотрите, у вас здесь 30 человек. Нас всех интересует вопрос, каким образом и где мы будем добывать фильмы для наших показов. А гильдия в этом смысле на абсолютно верном пути уже сумела обеспечить вот эти вот там топ-20, топ-30 картин, сделанных при господдержке. И это останется, это будет для вас открыто. Тут весь вопрос будет, а как это все наилучшим образом организовать, как выжить из этого максимума. Два месяца назад, три месяца назад, вот в том зале этого же самого милого заведения мы делали такой мозговой штурм гильдии. И что нам делать в ближайшие годы, в ближайшие несколько месяцев для того, чтобы поддержать развитие документального кино в России. Я читал там вводную лекцию, обзор, и готовясь к ней, я просто посмотрел, а какие у нас результаты проката документальных фильмов. Все же на самом деле открыто. Просто лень туда лезть, или люди не знают, где это все можно накопать. И выясняется, что для того, чтобы окупиться, по очень большому количеству картин достаточно иметь, только не падайте со стульев, 60 сеансов в стоп местном зале. То есть это говорит о том, что гильдия, например, могла бы стать в каких-то случаях не просто, ну, хабом, да, и регулировщиком, вот, который направляет существующие уже потоки кинофильмы, а, например, могла бы вместе с вами как-то, ну, что называется, складчика. Потому что это тоже возможный вариант поддержки киноклубов. Хорошо. Давайте на этом я торможу, а вы мне задаете вопросы. Вопрос понятен. Смотрите, с Ерофеевым все на самом деле относительно просто. То есть я думаю, что мы можем обеспечить. Ерофеев паблик домейн практически все, что он сделал, это общественное достояние. Поэтому весь вопрос только в том, чтобы гильдия может, например, сделать такой пакет, обеспечив туда какие-то кинофильские материалы, методологические материалы. И плюс там, я не знаю, три картины, например, за которые приличное состояние. Я думаю, это мы просто физически сможем сделать. Тут есть нюанс. Ерофеева не реставрировал никто. Поэтому не возникало нового копирайта. Да, авторского права более позднего. То есть, если мы говорим о Литвинове, если мы говорим о Ерофееве, решаемо. Но уже, начиная с озвученных картин Верта, например, возникает проблема нового копирайта, и тем самым это новая картина. как если сейчас смотреть то, что британский киноинститут сделал с человеком с киноаппаратом, да, то там копирайк получается вообще в Англии, а не в России. Хотя очищено просто вот невероятно. Копия светится, я ее смотрел сейчас на DCP, вот на 4К, да, ну, фантастика. Ну, мне кажется, сейчас мы немножечко, чуть-чуть впереди паровоза. Нам нужно сначала понять, а, сколько нас, да, как все работают. Смотрите, здесь же нужен повсеместный опыт работы с билетами, а значит, как? То есть, для этого нужно сначала разобраться и решить вот эти вот юридические вопросы с правом показа, с правом продажи билетов, кто их продает, если не вы, и так далее. Да, пожалуйста. У меня еще такое положение. А мы можем выстроить такую вертикаль в министерстве культуры, гильдия и киноклубы, а потом на уровне киноклубов горизонталь по всей России. Ну, выходе программы, выходе этой мастерской вот такая программная документ, которую они видели. Как может быть эта работа продолжена? и какие точки роста регионов? И как это на данный кино будет заведено до зрителя? И образцы отливы тоже? Ну, мне кажется, что это именно как раз в ту сторону, в которую мы в последний год собственно и думаем. в конечном счете у нас есть дорожная карта, которую мы сделали для ... да, да, да. Видели, там как раз об этом же в общем и идет разговор, потому что логичным выводом из того, что говорите вы, было бы создание какой-то вот ассоции горизонтальной. выводом ну, тут важно до этого, так сказать, дозреть, да, опять же, чтобы это не было слишком рано. Тут важно накопить, ну, мясо. Да, прошу вас. Я заходу в группы научных коммуникаций, по сути, как научный пиар. И научный пиар в России возник ровно в 2014 году. Официально такая институция. И первое, что было сделано, оно, я, как бы, уже сделал в Дитле. С 2015 года появился выпуск, который назывался «Формула научного пиара». Ну, то есть, это, возможно, формула, не знаю, киноклуба. А в этот выпуск люди, те, у кого были успешные практики, просто прислали свои тексты. Это были такие условные виды нищие. Например, опыт создания, ну, к примеру, там, не знаю, экологического киноклуба, элитного киноклуба за большие деньги, там, не знаю, социального, когда было... Можно я вступаю? Прямо сейчас на губе их день игрового киноиде и вы попадете на наш сайт. Это очень функциональный паспал. Там есть баннер справа, называется «Пособие. Мой киноклуб». Это методичка, которую мы создали два года назад, и я была и так редактором. «Мой киноклуба». Мне приходили, он составил как поваренная книга. Там прямо написано «Киноклуб как бизнес», «Киноклуб как продолжение фестиваля», «Киноклуб как... Киноклуб под открытым небом». Там вообще классные правды. Мы на самом деле и то, чем вот это мы должны... Все участники были. Да, будем выпускать бабы. Вот ровно как вы говорите. Вот. Помимо того, что там есть прекрасные новости, как вы хотите пишет, там есть классная индустрия, приедя, в которую вы попадаете во вкладку фильма, где как раз тот самый каталог, потому что мы для сих пор толком нигде не сказали внятно, где же те самые фильмы-гильдии, которые... Которые предоставляют гильды. Которые не гильдийские. Мы не их не снимаем, но мы их в каталог каталогизированных собираем. То есть вы можете в этом каталоге узнать о фильме, который называется, смотреть трейлер, прочитать синопсис и посмотреть «Контакты» и «Кровавлода». В ровно-ярский фильм, который в вашем каталоге можно к вам обращаться, да и мне интересен вот этот фильм. То есть дело, что это ошибка к нам обращаться. Вначале вы пишите правообладательным. Вопрос, кому принадлежат права на ваш фильм, точно совершенно надо задать режиссеру. Астрову. Он точно знает, кто правообладатель. Он сам. Или какой-то... Я знаю таких режиссеров, которые этого не знают. Кстати, если режиссер не знает, вы и гильдии подавайте знать, но мы действительно стараемся как бы посидеть за тем, чтобы эта информация попадала. И это мы, наверное, и единственное, чем полезно. Нет, мы много, чем полезно на самом деле. А можем... Спасибо, на самом деле. Мы можем быть полезны еще много, чем мы просто должны определиться. Прошу вас. Режиссер скажет, обратитесь в прокет, «Кровавлода». Правильно. «Вы 10 лет не умеете так, как я хочу, потому что мы их дали водить на фестиваре». Все правда. Вот у меня опыт единственный раз, когда я не смог состыковаться, то есть он там больше продюсер на режиссера перекидывает. С другой стороны, он звонит Швердовскому, он директор студии, продюсер, вам нужен фильм. Без искренних проблем, без вопросов. Отсылать уже документы, там, если не переписать, это отдельная история Швердовских документов, это вообще, конечно, делать. Но, тем не менее, отказа, но никогда не. Дарья Хенова, которую сегодня называли, без проблем, звонишь, да, что не нужно. Да, без вопросов. То есть, надо не бояться звонить ей. Правильно. Получается ситуация, Григорий Александрович, что культовые скидки, мы хотим показать, но к нам нет доступа. Третий сорт, четвертый сорт, пожалуйста, показывайте. А вы не должны брать третий сорт, четвертый сорт. Вы же квинтэссенция своего зрителя. Зачем вам самому дорогому, что у вас есть, зрителю, да, давать что-то третьего, четвертого сорта. Прошу вас. Я хочу подготилить, что никаких проблем с режиссерси, как правило, не было, с ним свяжешься. Вот другой вопрос, когда время течет, зритель меняется. В среднем сейчас внимательно на одном информационном. А гейки составляют 7-9 секунд. 7-9 секунд. Все понятно. Високое, низкое, важное, неважное. Все сегодня, день. И это тот эффект, с которым нам предстоит работать. Да, что делать? В этом смысле со стандартным кино. Когда мы знаем, что ты фигментарный взял фильм, 24 минут. Когда мы узнаем, что в среднем час, час-два идет кино-картина. Что делать вообще с кино, чтобы достучаться до своего зрителя? Слишком длинный фильм становится. Примерно на середине фильма зрители утрачивают внимание, к сожалению, не обладая определенным навыком, осмотренностью и эстетическим косовым. Но смотрите, косвенный ответ на ваш вопрос. Очень точное замечание, на самом деле. Посмотрите, сколько стало кинофестерии. Ладно, потому у нас... Мы с Сергеем Мирошниченко в 2006 году решили вернуть документальное кино на главный фестиваль страны. Славное прошлое документальных программ Московского кинофестиваля. А потом, когда денег не стало, в 89-м году, как вы знаете, тогдашнее руководство фестиваля просто взяло и закрыло. И детский фестиваль и документальный был. И с огромным трудом мы его возрождали, возвращали. Очень трудно было получить разрешение. Ну ладно. Когда мы это делали, в Москве было еще три, у вас половина, на самом деле, кинофестиваля, которые показывали документальное кино. Сейчас вы посмотрите. Да, то есть просто абсолютно непрерывное. Нет дня, чтобы не было в городе фестиваля, который показывал бы документальные фильмы. То есть в прошлый раз я считал, получалось 296 дней в году. Сейчас уже может быть больше. Да? Почему так много фестивалей документального кино? Почему большие фестивали? Вот я, Берлин, да, 143 картины сейчас было. Но фестиваль, который не выделяет документальные кино, так между делом, 143 картины, я сунулся с виповской ксивой. Сунулся, смотри... А, это я не имею права говорить. Все. Только после этого. Хорошо не слышали. Да. В общем, не смог я попасть на некоторую, вот неизвестно какую картину, да, даже с виповской штукой. А зал, в котором она шла, был на 2600 мест. И простояла там очередь с этой ксивой 45 минут. Ну, ладно, на следующий день я не попал, неважно. Но это тоже показатель. То есть, то, о чем вы говорите, работает, но не работает внутри систем киновестивалей. И, может быть, именно поэтому, в частности, в том числе и поэтому, киновестивалей становится так много. Они работают, как такие заповедники времени, если угодно, да? То есть, там можно по-прежнему смотреть картину по правилам, по которым мы ее смотрели, там, 50 лет назад. Ну, в музей сходили, смотрели, да? Но мы-то можем переходить. Мы же сами моделируем среду для себя. Вот. И все, мы можем это делать. То есть, мы можем у себя в киноклубе создавать ту атмосферу, которая позволяет нам показывать трехчасовой фильм без больших проблем, и народ будет смотреть. И опять это все проверено, это все доказано. Смотрит народ, охотно очень смотрит. Я думаю, весной показал картину, которая идет 3 часа 15 минут у себя в вышке, да? Нормально, ни один человек не ушел. Это москвичи, они закаленные. Они закаленные, да. Но они очень деловые, понимаете? У меня аудитория-то вся такая очень, как вам сказать, все очень известные люди и очень занятые люди, и работы у них всякой много. И сидеть там, тем не менее, после фильма, и полчаса это обсуждать, это очень немало. Это же ценность событий. Конечно. Она возникает, когда... Ценность, когда возникает? Когда есть смысл, да, в том, что мы делаем. То есть смысл есть в том, что ценность для нас. И если меня сформировано культурозавительское, я, конечно же, принесу эту жертву времени. Потому что это будет моя ценность. Я ее подтверждаю во времени, я актуализирую эту ценность. А мы не говорим про регионы. Смотрите, какие маленькие. Вот город Мышкин, например. Там 6 тысяч жителей всего. Сколько там времени будет? Может, выход здесь оптимизируют сам кино? До пяти минут? До пяти минут? Нет, нет. Я сфестивалью. Это где как? Тут я вам скажу, у нас редактура, безусловно, почти исчезла, за редкими исключениями. Но в мире как раз наоборот. Посмотрите, вот те самые тысячи картин, о которых я говорил, то есть большие авторские фильмы, условно говоря, для кинофестиваля и кинопроката, они теперь, вот срок подготовки этих фильмов, увеличился втрое, как минимум. Бюджеты вроде выросли не сильно, или почти не выросли. А то, что у фильма теперь там по семь продюсеров, а то, что этот фильм пичинговался не на одном пичинге, как в лучшие времена, а на трех, как минимум, а то, что у него вот эта вот редакторская работа над ним продолжается полтора-два года, то есть вот это это очень показательно. Это как раз примета времени. И именно поэтому, мне кажется, такой мощный успех у документального кино. В игровом кино, смотрите, эволюция кончилась. Ходит по кругу и ходит по кругу. А в документальном-то сколько всего интересного происходит, вы потом... Вы какой-то совершенно уникальный пример приводите, что показывают крючевые фильмы, люди не выходили, то есть это все-таки были какие-то уникальные развлечения. Очень подготовленные, прямо скажем, зрители, да. А как быть мнением, когда даже люди назовутся кабинетой, говорят, так, вот у нас сейчас кафе-то у нас там такое кабинетая, но нет, вы сообщите документальному кино, когда-нибудь с ним узнаете, все, оно все депрессивное, вот что мы сейчас такие люди. Покажите им документальную комедию. Крикорева. Да, мало ли хороших фильмов. Покажите им для начала, о, еще проще, начните с мотивментари. И сумеете сразу, вот знаете, просто крючком и немодом вы людей втащите к себе в киноклуб. Если вы начнете вот с кроссплатформенных каких-то проектов, с фильмов, ну, типа Зелега того же самого, там, я не знаю, что угодно, Федорченко, первое новое, да, то у вас просто перед вами раскрытое нараспашку поле для дискуссий, причем вы можете это делать хоть так, хоть и так. Нарезайте своего зрителя, сервируйте его как угодно, и зритель у вас будет просто вот как собачка за вами бегать. и пару-тройку раз вы вот показываете что-то такое легкое и простое, хотя, ну, ладно, не простое, но легкое. И, собственно говоря, все, люди ваши, они уже начнут ходить. А дальше срабатывает привычка, срабатывает вот это совершенно фантастическое коллективность, вот это ощущение причастности. Ой, знаете, что очень важно? Вот вы это сами просто ощутите в какой-то момент, когда у вас появляются ваши постоянные аудитории, то постоянно два-три раза пришли, про которых вы сразу уже заранее можете сказать, вот что каждого из них зацепит и на что каждая из них начнет реагировать и высказываться. И как высказываться? Я просто это все стратегически строил, потому что, ну, вот есть у меня там, пардон, был у меня там такой очень известный отечественной историю, доктор наук, профессор, у которого вполне такая вот совершенно конкретная политическая позиция, вот очень он такой державник, такой, и понятно было, что любая тема, связанная с историей России второй половины 19-го, начала 20-го века, вот до революции, это просто его, вот мимо он не пройдет. И, соответственно, если я брал что-то такое, да, то ясное дело, что Игорь Борисов тут немедленно просто да, лез в бой. И это было так. начинайте с 40-минутных картин, покажите две 40-минутных картины, рассказывать, ну, почему Гунду можно показать? Гунду мы не видели еще, акварельный, антифлодов, витрианты, там, или еще что-то. Там есть что пообсуждать? Есть. Нет, ну, обсуждать-то можно вообще, что угодно можно обсуждать. Прошел. Вот, что касается Агвареля, я, например, смотрел Чебоксару, 500 тысяч человек, я смотрел один, да. Нормально. В этом-то и ваше отличие от кинотеатра, да? Вот тут все, тут мяч на вашей половине, как говорится. Вы-то можете набрать полный зал на... Ну, солидный зал. Потому что скажем, на этом фестивале в апреле будет шесть как минимум фильмов таких просто вот зрительских хитов, да? Один или два, может быть, будут куплены для проката у нас. Или кто-то возьмет из стримеров. Остальные не будут востребованы совершенно. Вот, пожалуйста, вот поле, как говорится, или проявляет инициативу или... филе. Я хочу подробно добавить в ответ к вам частности вопрос. Очень многие проблемы могут быть решены при наличии какой-то если не организации, только операции внутри пенагону. выявляете какой-то интересный важный пенагон, который заветно интересно показать во многих местах. Обращается один киноглуб, он может обеспечить один показ. Законишь ли с ним иметь дело на этот копеечный показ иностранный правообладатель? Нет. Нет. Кроме редких случаев, когда это будет Гёте-институт, французский институт и так далее. Но если есть запрос, условно говоря, показ в 50 киноглубах, это уже товар, условно говоря, это ресурс, который вы можете объединившись предлагать правообладателю. А дальше вы уже распасовываете этот стиль между вами, так сказать, стальной ориентируйтесь, сколько сеансов вы можете обеспечить тому и так далее. Но, я повторяю, объединившись, вы можете гораздо эффективнее решать вопросы поиска контента и договоренностей с правообладателями. Ну вот, тут механизм надо, конечно, разработать, потому что у них уже все это отработано, то есть пакет документов как минимальный у нас. Таким у вас должен быть пакет документов на два-три случая уже. Когда вы берете фильмы, вы должны нести все-таки ответственность юридическую, там просто юридическое лицо какое-то нужно, потому что кинотолги это не юридическое лицо. Когда так? Да, 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 есть юридические лица, но, фестиваль, да, да, это все юридические лица. Хорошо. На самом деле, мне кажется, вот очень верно вы поймали нить, да, и разговор пошел именно туда, откуда для всех будет польза, то есть как объединяться и что для этого конкретно нам всем нужно. и ну что, вам большое спасибо, знаете, хорошее, хорошее настроение.